31 марта Всемирная торговая организация постановила, что американский концерн Boeing получил незаконные субсидии от властей США в размере 5,3 миллиарда долларов. ВТО огласила свой вердикт после длительного рассмотрения иска ЕС против американского авиастроителя. По данным ВТО, незаконное субсидирование Boeing, которое проводилось в период с 1989 по 2006 год, также включало гранты на исследования от НАСА. Главный европейский конкурент Boeing, компания Airbus, выразила удовлетворённость данным решениям, а также заявила, что её потери от падения продаж в результате незаконного субсидирования составили 45 миллиардов долларов. «Мы говорили об этом постоянно. А сегодня официальный орган, Всемирная торговая организация, подтвердил, что компания Boeing получила крупные нелегальные субсидии на сумму не менее 5,3 миллиарда долларов США. И эта сумма будет возрастать, поскольку они по-прежнему получают дотации». Решение ВТО стало новой главой в шестилетнем торговом споре между двумя авиагигантами. В свою очередь, компания Boeing сразу после обнародования вердикта выпустила пресс-релиз, в котором напомнила, что Airbus также получала незаконные субсидии. В июне прошлого года ВТО признала, что европейский авиастроитель получил около 20 миллиардов долларов дотации. По заявлению Boeing, это принесло значительный ущерб американской аэроиндустрии, миллиарды долларов убытков и потери десятков тысяч рабочих мест. Тем временем Европейский Союз также выразил удовлетворённость по поводу решения ВТО. Многие аналитики уверены, что самый длительный и дорогостоящий торговый спор в истории вряд ли завершится в ближайшее время.